Добро пожаловать на первое занятие по курсу Apple Motion. Приятно видеть знакомые имена, фамилии в чате. Кому добрый вечер, кому утро, кому день, в зависимости от вашего часового пояса. Первые 10 минут, как обычно, я посвящу рассказу о том, как наши космические корабли бородят просторы Большого театра. Поэтому, если вы уже слышали этот рассказ про домашние задания и прочее, то у вас есть время налить кофе и положить кашки. Итак, на всякий случай, если вы еще не были на занятиях в школе Profile, то я расскажу, как у нас тут все устроено. Во-первых, я вижу, что вы уже многие знакомы с чатом и с моей системой плюсиков. На всякий случай, еще раз расскажу про нее. Несмотря на то, что есть статусы, которыми можно общаться в списке участников, я предпочитаю и призываю вас тоже использовать систему сигналов в чате. Если все хорошо, можно отправить плюс. Если все плохо, можно отправить минус или точку. Почему точку вместо минуса? Потому что ее просто нажимать удобнее. Она есть на правой цифровой клавиатуре, если у вас есть правая цифровая клавиатура. Почему эта система общения удобна? Потому что статус вы включили, а потом его нужно выключить, не забыть. А с символом плюс или минус его можно просто отправить в чат и забыть про него. Это первая вещь. Общение в чате. Вторая вещь – вопросы. Все, кто у меня учился, знают, что я обожаю отвечать на вопросы. Поэтому, если они у вас возникают, то задавайте их, пожалуйста, не стесняйтесь. Но если вопрос отвлеченный, на отвлеченную тематику, то такой вопрос лучше задать в блок «Вопросы» в нижней части страницы сайта. А если вопрос связан с тем, что мы разбираем в данный момент, то его можно задавать прямо сразу в чат. Просто для того, чтобы не нарушать структурность повествования и не отвлекать и меня, и всех остальных участников процесса. Только по этим соображениям. Но сразу хочу сказать, что не бывает глупых вопросов, поэтому не стесняйтесь. Я знаю, что иногда человек может сидеть и думать, «Ой, у меня вопрос такой глупый, блин, что я буду его задавать?» Я считаю, что если хватил ума к тому, чтобы вообще сформулировать вопрос, это уже не глупый вопрос, потому что это уже показывает работу мозга. Хуже, когда, наверное, человеку пофигу, и есть у него вопросы, нет вопросов. Это, мне кажется, не очень хорошая как раз-таки стадия. Поэтому вопросы – это круто. Любые вопросы – не стесняйтесь. Если вы все-таки стесняшки, то напоминаю, что у нас есть на ваших личных минетах, кнопка «Задать вопрос преподавателю». Это, скажем так, ваша личная индивидуальная связь со мной, и вы можете задать вопрос, и его никто, кроме меня и вас, не увидит. Поэтому, если вы стесняетесь, какие-то вопросы задавать публично – не проблема, тоже есть выход. Ну и если вы со мной уже сконнектились на фейсбуке, то еще один личный способ, чтобы никто не видел ваших вопросов, задать мне их лично на фейсбуке. Пожалуйста. Тоже вариант. Это, что касалось вопросов. Дальше. Домашки. Как вы знаете, в школе предусмотрена система домашних заданий, которые нужно выполнять, просто хотя бы ради того, чтобы, как вариант, получить сертификат. Если сертификат вам нафиг не нужен, это вполне понятно, вполне понятна причина. Но есть еще один стимул к тому, чтобы все-таки выполнять домашние задания. Потому что, даже если сертификат не нужен, не требуется, во-первых, Дмитрий совершенно верно прав, чтобы знания усвоились в этот раз. Но еще одна причина, чисто такая материальная, сугубо шкурный интерес. Первые три человека, набравшие наибольшее количество баллов, получают любой курс бесплатно. Первый человек получает любой курс, второй человек какую-то скидку, третий что-то еще. Поэтому есть первые три поощрительных приза и они достаточно неплохие. Далее. Это, что касалось баллов, бонусов, домашних заданий и так далее. Но я хотел бы еще пару слов сказать про систему оценок. Хотя вроде все имена в чате я гляжу знакомые, но на всякий случай мало ли кто подзабыл. Или вдруг кто смотрит нас в записи, кто впервые в школе профайл. Точнее не впервые в школе профайл, а впервые на моих занятиях в школе профайл, потому что моя система оценок слегка отличается от общепринятой. Как вы знаете, предусмотрено домашнее задание за теорию и за практику. Если теория оценивается стандартно, по десятибалльной шкале от 0 до 100 процентов, то практика оценивается по сокращенной или по смещенной восьмидесятибалльной шкале, где 80 процентов или 8 баллов. Это отлично, это пятерка. То есть, если вы набрали вдруг 8 баллов или 80 процентов, то вам никто ничего не снизил. То есть это значит, что вы сделали все абсолютно верно. Я перестраиваю, адаптирую сейчас все, почти все свои курсы для того, чтобы была возможность поощрять. Почти во многих домашних заданиях появляется задание на плюс 10 процентов. Поэтому, если вы хотите добрать баллы, которые изначально занижены, но это нормальное время, это правильно то, что они занижены, то вы можете выполнить дополнительные домашние задания. Зачем я понизил пятерку со 100 процентов до 80? Ну, во-первых, все равно 50 процентов, например, никто никогда не получал. Это нужно настолько плохо сделать домашнее задание, чтобы снизить балл со 100 процентов до 50. Поэтому фактически шкала использовалась неэффективно. Нижняя часть шкалы вообще не задействовала. Нижняя и средняя часть не была задействована. Перекалибровка шкалы привела к тому, что мы активно начали работать вот в этой вот зоне. То есть мы задействуем сразу этот диапазон. Но самое интересное, что эта шкала еще повышает ставки, потому что 80 процентов это слишком тесно, слишком близко расположена к водоразделу в 70 процентов, который отделяет успех от фейла, успех от неуспеха. Потому что стоит допустим допустить одну ошибку и вы уже находитесь на границе с красной зоной. А это подстегивает. Одна ошибка это не страшно, в крайнем случае ее можно компенсировать дополнительным домашним заданием, можно компенсировать ее медальками. А вот несвоевременная сдача, вот это уже серьезно. И если на других курсах, где по умолчанию вы получаете 100 процентов, у вас есть возможность немножко похалявить, то с моими курсами, если вы сдаете не своевременно, то вы сразу отправляетесь в красную зону. Потому что система автоматически вычитает 20 процентов из ваших законных 80 и вы получаете свои 64 процента, находясь в красной зоне. Если вы два-три раза прислали домашку не своевременно, то все, до свидания. Никакого сертификата вы не получите, вообще ничего не получите. И мне кажется это правильно, и мне кажется, что это подстегивает. Поэтому на моих занятиях мы с вами будем все-таки заниматься, учиться, а не получать пятерки. Поэтому мне кажется такая шкала абсолютно правильная. Так, поэтому важный момент сдавать работы своевременно. Вовремя. Что значит вовремя? До начала следующего занятия дедлайном является вот 7 часов вечера по Москве, ну и, соответственно, с поправкой на вашу временную зону. Если вы присылаете хотя бы на одну минуту позже, то все, система автоматически вас оштрафует на 20 процентов. И это правильно. Так, ну что же, на этой RDS Note вроде я сказал все про чат, про домашки. Тогда давайте начнем. Очевидно, что нам для домашней работы понадобится, ой, для работы не для домашней, а просто для работы понадобится Motion. Поэтому я его открою. Сразу в двух словах хочу обозначить, что мы будем изучать. В основном, в отличие от многих курсов, например, от SoWorking, я предпочитаю изучать софт с позиции его возможности, потому что ну и проекты в основном иллюстрируют возможность софта. То есть у меня более софта-ориентированный курс. Почему? Потому что я считаю, что монтажер или специалист, который изучает свой инструмент, он должен знать этот инструмент. Вы не можете научиться играть на пианино, если не знаете, где какие клавиши расположены. Вы не можете хорошо забивать гвозди, если вы не умеете пользоваться молотком. Так и здесь. Креативность придет позже, но сначала кнопки в инструменте должны отлетать от зубов. Вы должны знать, где какая кнопка находится в Motion и за что она отвечает. Поэтому я, конечно, не буду скучно сидеть и разбирать команды меню, но основной упор будет именно на знание самого софта. Это очень важно. Я в это верю. Далее. А еще тоже очень хороший момент. Кто-то когда-то из великих сказал, что хотя бы софт нужно знать, потому что вам никто не сможет сказать, что а вот там есть такая функция, а вы ее не знаете. Весна сможет сказать, нет. Этой функции в этом софте точно нет. Я знаю возможности этого софта. Я знаю, что он может, я знаю, что он не может. Я знаю, когда мне понадобится другой софт, но я знаю, когда с моим софтом я смогу решить или не смогу данную задачу, которую переданную ставит заказчик, партия, правительство, кто угодно. Поэтому софт это основная вещь. Именно поэтому многие курсы, которые я веду в школе Profile содержат два уровня. Первый уровень это, собственно, изучение интенсивное изучение софта. Второй уровень изучение фишечек, уже почти без привязки к софту. Motion, к сожалению, у нас пока существует только в первом уровне. Поэтому он такой, во-первых, состоит из 9 занятий, во-вторых, содержит какие-то вещи, которые можно было бы спокойно вынести во второй уровень, но по административным причинам я вынужден был впихнуть это все в один уровень. Но зачем мы все равно с кнопок? Так вот, при первом запуске, точнее, не при первом, а при каждом первом запуске, вы будете упираться в Project Browser, где происходит несколько важных моментов. Во-первых, вы выбираете тип проекта. И очень важно понять, что выбрав тип проекта, потом вы поменять его не можете. То есть, грубо говоря, нельзя выбрать Final Cut Title и потом сказать, ой, я перепутал, это должен быть не Title, это должен быть эффект. Или там взять Final Cut Transition и сказать, ой, это должен быть Final Cut Generator. Каждый проект жестко залочен на свой функционал. За исключением Motion Project, его можно сконвертировать в Final Cut Pro Generator. То есть, этот конвертируется в этот. Но это единственное исключение, которое может быть. Все остальные проекты жестко блокируются в их виде и пересохранить Final Cut Effect, как Final Cut Title, например, не получится. Поэтому важно четко понимать, что мы хотим сделать, когда мы выбираем тип проекта. Во-первых. Во-вторых, еще одна величина блокируется и после создания проекта не меняется. Это частота кадров. Если, в принципе, при создании Final Cut Effect генератора Transition, Title и так далее, это не так важно. Потому что, в принципе, эти четыре объекта адаптируются под частоту кадров в Final Cut. Потому что это эффекты для Final Cut. И у нас будет пара занятий, посвященные работе с этими эффектами. Но если мы создаем Motion Project, то его мы не можем поместить в Final Cut. Поэтому та частота кадров, которую мы поставляем здесь, будет финальной для нашей работы. Поэтому важно не ошибиться с частотой кадров проекта при создании Motion проекта. Казалось бы, а в чем проблема? Чем это грозит? Грозит потерей качества, потому что, если вы импортируете видеофайл в Motion проект, и потом экспортировать его не стоит частотой кадров, потому что эта частота кадров была озолочена при создании проекта, то это повлияет на качество. Это повлияет, придет к тому, что Motion будет вынужден пересчитывать видеофайл с другой частотой кадров, и здесь уже могут быть как потери четкости, так и возникновение артефактов в кадре, как и отброс ненужных кадров, дублирование кадров и так далее. То есть качество пострадает. Поэтому важно, супер мега важно, чтобы фреймрейт частотой кадров была сразу правильной. Это чуть менее важно, если вы создаете проект с нуля, если вы не импортируете никакие видеофрагменты. Но все-таки желательно все равно создавать проект с правильной частотой кадров изначально. Поэтому я могу пойти двумя путями. Могу быть супер мега внимателен и к деталям, к мелочам, и здесь выбрав какой-нибудь пресет, потом переключиться в режим custom и выставить все параметры под себя. Нет, Павел, по сторонним плагинам не будет подробного. Этого не обещалось и в программе мероприятия, поэтому нет. Ну и потом объять необъятное, впихоть невпихуемое очень сложно. Поэтому сторонних плагинов миллион, особенно под Motion. Поэтому нет. Так вот, возвращаясь к настройкам. И, кстати, вот этот вопрос идеальнее было бы задать в блок вопроса. Как раз то, о чем я говорил. Вопрос, который не привязан к теме, о которой я рассказываю сейчас, лучше все-таки публиковать в блок вопроса. Это было бы правильней, это было бы вежливей, это было бы культурней. Далее, возвращаясь к пункту, про который я говорил. Можно пойти путем такого детального прочтения всех пунктов и обнаружить, что, допустим, здесь у меня неправильно стоит частота кадров, поставить, допустим, если вы в Европе, то европейскую, если в Штатах, то американская. Но можно пойти другим путем. Если у вас есть готовый видеофайл, то вы можете импортировать его кнопкой Import as Project. Например, к сегодняшнему уроку у нас нет видеофайлов, но на одном из следующих уроков мы это разберем обязательно более детально, саму кнопку Import as Project. Но в двух словах, что она делает? Она настраивает новый проект, MotionSky, на базе того видеофайла, который вы выберете, когда нажмете кнопку Import as Project. Поэтому размер кадра, частота кадров, длина проекта будут сдаваться автоматически, если вы воспользуетесь кнопкой Import as Project. Поэтому при работе с видеофайлами, это супер удобная кнопка, очень удобная. Я даже хочу продемонстрировать сейчас. Я специально настрою проект на 60 кадров в секунду, размер сделаю 4к, длину сделаю одну секунду, при этом специально настроил неправильные параметры для того, чтобы воспользоваться кнопкой Import as Project, и показать, что система сейчас настроит все верно. Я, например, из какого урока я возьму там, смотрю. Какой-нибудь просто видеофайл, который под рукой валяется, возьму. Выделил просто Move, импортирую кнопкой Import as Project, и если я зайду в настройки проекта, в меню Edit Project Properties, вот, пожалуйста, его размер 1280х720, дюрейшн его 3.9 секунд, праймрейт 23.98, хотя я настраивал совершенно другие параметры. Нам этот мужик сейчас не нужен, я просто использовал его для того, чтобы продемонстрировать, что эта кнопка Import as Project супер мега удобна, и она позволяет нам не волноваться, что какие-то настройки проекта мы зададим неверно, потому что она настраивает проект относительно или согласно тому файлу, который мы выберем в качестве файла донора, скажем так. В данном случае сейчас я буду работать с форматом Broadcast HD 720, единственное, что я поменяю частоту кадров на 25 кадров в секунду. В принципе, можно настроить, чтобы каждый раз при создании проекта Motion автоматически выбирал какую-то стандартную частоту из выбранных нами, и какой-то стандартный пресет. Более того, можно сохранить пресет со своими собственными настройками и проинструктировать Motion, чтобы он всегда выбирал этот пресет. Я чуть позже покажу, как это сделать. Сначала, допустим, я выберу вот еще раз Broadcast HD 25 кадров в секунду при создании Motion проекта и нажму кнопку Open. Сразу. Пока, раз уж я попал в интерфейс Motion, хотелось бы зайти в настройки и как раз закрыть тему создания новых пресетов. Пресетов для того, чтобы, например, если вы часто работаете с одним и тем же размером кадра, с одним и тем же частотой кадров, чтобы каждый раз вручную не забивать это, можно зайти в пункт Minimotion, Preferences, кнопка Presets наверху, вторая справа. И здесь вы можете создать плюсиком любой пресет, который хотите, с любым размером кадров, частотой кадров. У меня, например, уже есть такой пресет. Вот он там. Все пресеты, которые без замочка, это пресеты, которые сделал пользователь. Пресеты, которые с замком, это пресеты, которые шли по умолчанию вместе с системой. Так вот, более того, если вы выберете галку против какого-то из пресетов, то автоматически при создании нового проекта Motion будет предлагать настройки на основании выбранного пресета. Поэтому вещь удобная, рекомендую, особенно если вы работаете в России или Европе, где по умолчанию у вас должно быть 25 кадров в секунду. Motion, будучи американской программой, по умолчанию предлагает, когда вы выбираете Broadcast HD, любой из них предлагает 29,97 или вообще 60 кадров в секунду. Поэтому пресет имеет смысл сделать изначально и потом проблем не сдать. Вот. Более того, я хотел бы еще, раз уж мы зашли в настройки, еще на паре настроек остановиться. Я обычно не люблю начинать знакомство с программой, с настроек, но учитывая, что раз мы пришли на Motion, значит мы все знакомы с 10 Final Cut. И учитывая, что в 10 Final Cut режим автосохранения включен по умолчанию, его нельзя отключить, Final Cut все всегда постоянно сохраняет, это становится особенно важным, потому что Motion не имеет такого режима автосохранения. Поэтому вот на контрасте с Final Cut нужно быть особенно внимательным и не забыть настроить автосохранение в Motion или хотя бы проверить, насколько оно настроено. Потому что Motion в принципе очень стабильная программа, прям не могу пожаловаться. Действительно работает без глюков, без тормозов, без вываливаний, но мало ли что. Поэтому лучше проверить, что у нас с автосейвом. Автосейв находится в кнопке, настройки автосейва находится в кнопке кэш. Почему в кнопке кэш, а пес его знает? Но тем не менее, в нижней части, ну точнее в средней части получается этого окна есть параметр автосейв. По-моему, по умолчанию он стоит на то ли 10, то ли 15 минут. И понятно, что за 15 минут можно много всего успеть наколбасить. Поэтому я обычно ставлю автосейв каждые 5 минут. И что будет происходить в этом случае? Motion не будет сохранять текущий проект. Motion будет делать копию проекта в его текущем состоянии. И складывать в ту папку, которая указана здесь. По умолчанию здесь путь ведет куда-то в дебри файловой системы. В общем, глубоко заряд. Я обычно кнопкой choose меняю на путь, который, например, у меня вот сейчас здесь есть. Это мой конкретный путь, на моей машине. Сейчас хочу тоже подемонстрировать, что вот папки кэш файл. Motion 5. Вот у меня в пункте автосейв. Вот все проекты, с которыми я работал в последнее время. Кстати, их надо тоже почистить. Сами по себе моушенские проекты в папке с автосейвом занимают немного места, но регулярно тоже нужно, ну хотя бы там, если вы активно работаете с моушеном, хотя бы раз в месяц туда заходить. Если более часто работаете, то почаще. И подчищать автосейв, хотя бы для тех проектов, которые вы уже сделали, сдали и закончили. Сами файлы моушена не такие большие, не такие тяжелые, поэтому, в принципе, даже если вы туда раз в полгода будете заходить, много дисков, мест на диске у вас это не отъест. Да, но сам факт, что желательно все-таки помнить, что где-то моушенские файлы накапливаются. Вот это, что касалось автосейва. Также обратите внимание, здесь же в этой папке хранятся уже более тяжелые файлы, уже серьезно более тяжелые, связанные с ретаймингом. То есть, как только вы применяете какие-то алгоритмы пересчета скорости в моушене, моушен создает, в кавычках, невидимый файл, который он кладет в одну из этих папок. Либо рядом с исходником, либо в папке с кэшем, вот как у меня. И вот эти файлы уже имеет смысл чистить почаще, потому что они реально тяжелые. Насколько тяжелый, иногда бывает тяжелее, чем сам исходник. Вот так. Поэтому, грубо говоря, у вас там исходник в H.264 весил 100 мегабайт, а кэш-файл для него может оказаться там весить 200 мегабайт. Потому что, ну, это действительно большой объем данных, который проанализирован и сохранен в виде этого кэш-файла. Иногда, опять же, это все сильно зависит от количества движений в кадре. Если в кадре говорящая голова, у вас кэш-файл может весить мало. Но это не повод не заходить сюда, в эту настройку. Все, с настройками все. Давайте подойдем к интерфейсу Motion. Разберем, как он устроен. Устроен он очень просто. За это я просто обожаю Motion. За его простоту. Именно поэтому, когда мне говорят, а вот, это нужно делать в After Effects, у меня был клиент, который пришел и говорит, давай открывать After Effects, давай сделаем титры. Я говорю, подожди, какие титры? Что ты конкретно хочешь? Вот это, вот это, вот это. Говорят, тебе для этих титров даже Motion открывать не нужно. Мы эти титры сделаем в премьере. Ну, его основная монтажка была премьер. Мы даже не покидая монтажки, сделаем эти титры. Или иногда говорят люди, вот сейчас будем делать в After Effects, и там у нас сложная анимация. Я говорю, нет, это можно сделать проще и быстрее в Motion. Поэтому не всегда, не для каждого чиха нам нужно расчехлять After Effects. Поэтому иногда Motion справляется с задачей быстрее и эффективнее, чем Автор. Хотя, стоит признать, и это сразу я обозначу, на всякий случай, если вдруг вы перепутали курс, по функционалу Motion в общем зачете проигрывает After Effects. Потому что у After Effects более навороченные, более сложные инструменты. Особенно работа с 3D объектами, там все это с трекингом. В некоторых случаях трекинг в Motion выигрывает именно по качеству и по скорости. В некоторых случаях по детализованности настроек выигрывает After Effects. Хороший вопрос, Виталий. Я бы рекомендовал двухмониторную конфигурацию, если у вас будет много объектов. Потому что при большом количестве объектов таймлинию лучше вынести на второй монитор. Несмотря на то, что она сама не отделяется, вы не можете взять ее и потащить. Но в меню Windows есть конфигурация, когда вы можете таймлинию показать на втором дисплее. Либо Canvas, это основной от холст, может уйти на второй дисплей. В любом случае это удобно в работе, когда у вас есть такая опция разгрузки одного монитора на два монитора. Поэтому это удобно. С другой стороны, учитывая, насколько гибкий и резиновый интерфейс у Motion, в принципе, даже в одномониторной конфигурации, просто зная и включая горячими клавишами те или иные панели, например, я могу включать, выключать таймлинию, могу включать, выключать отдельный инспектор, могу включать, выключать панель со слоями, общую, переключаться между закладками в инспекторе и так далее. Можно отключить инспектор вообще, чтобы перейти в такую развернутую, брать ProjectPane, вот у нас такая конфигурация без элементов управления, только таймлиния и Canvas. Поэтому настраивается интерфейс супер-мегагибко с клавиатурой, и, как я уже говорил, все заточено именно на скорость работы, чтобы можно быстро решить какую-то задачу, которая стоит перед вами. Вот, поэтому Motion имеет свои ограничения, но имеет свои плюсы. Далее, как устроен интерфейс Motion? Я уже успел начать произносить какие-то названия элементов интерфейса. Начну с правого верхнего угла, начну с панели Canvas. Canvas это то, что в Final Cut называется Viewer, в After Effects, по-моему, называется это тоже Canvas, если я ничего не путаю. То есть, знаешь, как в Photoshop, это холст, Canvas в Photoshop тоже называется холст. Это наша рабочая зона, здесь мы будем творить все наши безобразия. То есть, это основной рабочий стол, на котором мы будем работать с объектами. Вторая по важности панель, это даже не панель таймлинии, как ни странно, это панель со слоями. Слои в чистом виде, как в Photoshop или в любой другой слоеной программе, то есть, располагаются один над другим, вступают в какие-то взаимодействия друг с другом с помощью режимов наложения и так далее. И почему я сказал, что даже не таймлиния, а панель со слоями достаточно является основным инструментом, потому что все взаимодействия между объектами мы устанавливаем здесь, в панели со слоями. В отличие от, например, After Effects, в моушене нельзя сделать так называемый Pre-Comp, Pre-Compose. То есть, нельзя вложить одну композицию внутрь другой, но зато ее можно вложить одну внутрь другой на уровне структуры слоев. То есть, можно делать одну композицию слоем внутри другой композиции. Поэтому функционал почти как в авторе, но на мой взгляд, он более гибкий здесь, в моушене. С одной стороны и чуть менее гибкий с другой стороны. Тоже расскажу почему. Но панель со слоями это наше основное после Canvas, основное место, где мы проводим большую часть времени, потому что здесь мы настраиваем маски и прочее, прочее. Одну композицию можно вложить в другую, но не совсем как в авторе, потому что в авторе у вас настройки этой композиции остаются недоступны. То есть, когда вы вложили композицию А в композицию Б, в моушене вы в любой момент можете развернуть треугольник и получить доступ к содержимой композиции. Потому что фактически композиция, вложенная в другую композицию, начинает вести себя как группа. То есть, это обычная группа внутри другой группы. Поэтому удобство в том, что вы можете... Знаете, как в авторе, когда у вас там 15 композиций или больше, и вот вам нужно найти нужный слой, вы забыли в какой из композиции он был, и вот вы начинаете открывать каждой композиции по очереди. В моушене вы просто поиском находите нужный слой моментально. Потому что все композиции – это практически одно большое дерево. Поэтому по нему очень удобно бегать. Но минус того, что это одно большое дерево, если вам нужно что-то просчитать, то в моушен вынужден просчитывать каждый раз все это дерево. В отличие от автора, где вы сделали там прикомп, просчитали прикомп, и он тоже работает с ним как с рендерфайлом. Поэтому я говорю, есть свои плюсы и минусы в каждом из этих подходов. Да, про слои мы поговорим сейчас, но да, обсчитываются снизу вверх. Не как в монтажной программе, а как в слоеных программах, как в том же фотошопе и так далее. Дальше. Третье по значимости окно – это все-таки окно таймлинии, стоит признать. Потому что именно здесь мы задаем временные отношения между слоями. Но таймлиний в моушене две. Это очень часто, когда люди изучают моушен самостоятельно, они про это не узнают. Есть обычная нормальная таймлиния. Есть так называемая мини таймлиния. И иногда бывает удобно не прибегать к помощи большой таймлинии, а решать нужные задачи на мини таймлинии. Почему? Потому что она удобна. Она фактически имеет тот же функционал, что главная таймлиния. Но она изолирует выделенный объект. То есть мини таймлиния показывает тот слой, который у вас выделен. В отличие от главной таймлинии, которая показывает все слои. Поэтому иногда удобнее настраивать начало-конец, перемещать слой именно на мини таймлинии. И в отличие от главной таймлинии, мини таймлиния всегда под рукой. Она неотключаемая. Поэтому, по крайней мере в моей практике, я довольно часто решаю какие-то вещи именно на мини таймлинии. Дальше. Последний элемент интерфейса – это панель с инспектором. На самом деле, это панель комбинированная. И в предыдущей версии здесь была еще панель файл-браузера. Здесь было три главных закладки. Но файл-браузером действительно, наверное, никто не пользовался. Точнее, раз в год по большим праздникам. Поэтому в версии 5.3 Apple выпилила чертям собачьим эту панель из интерфейса. Поэтому файл-браузера больше нет. Ну и фиг с ним. И не страшно. Сейчас в Motion, в версии 5.3, более детально сейчас у меня 5.3.2, самая последняя версия. Так вот, в версии 5.3 осталось две панели. Library – это доступ ко всем полезным вкусняшкам, таким как частицы, дым, огонь и так далее, искорки, стрелочки и так далее, стили шрифтов, звездочки и тому подобное. Доступ к некоторым элементам библиотеки возможен через отдельные пункты в интерфейсе. Например, вот Behaviors, Filters и генераторы. Мы можем доставать их отсюда, а можем доставать их отсюда. Поэтому иногда бывает лениво открывать панель Library только для того, чтобы достать какой-то генератор, потому что он есть и здесь. Но тоже про генератор поговорим. Поэтому чаще всего панель инспектора находится... То есть вот эта боковая панель находится в режиме панели инспектора. То есть чаще всего мы активируем инспектор, а Library так тоже, по мере необходимости. И инспектор содержит несколько подзакладок. Чуть позже я на них остановлюсь. Но сейчас уже хотелось бы... Менюшки, а какие... А, дополнительно сверху нет. К сожалению, Apple как-то не очень дозволяет кастомизировать эту панель. Вы можете правой клавишей добавить какие-то некоторые кнопки, но их не так много, к сожалению. И там вынести, не знаю, текстовые генераторы... Ну, не текстовые генераторы, а что-то, что представлено в Library, но нет на панели сдачи. Выбор не такой большой. Ну, в принципе, это и не проблема, потому что все, что нужно для жизни, реально собрано вот в этих трех кнопках. Ну, и еще справа. Поэтому жить можно и без этого. Далее. Давайте подойдем к тому, что я уже хотел бы импортировать какой-то слой и поговорить про работу с этим слоем. Поэтому у нас есть такая фотография в файлах, которая идет к уроку. Я перетаскиваю ее в окно Motion, и она импортируется. Говоря про перетаскивание, есть парочка нюансов, на которые я хотел бы обратить внимание. А именно, имеет значение, как и куда перетаскивать. Motion супер контекстная программа, вы в этом убедитесь. Она вся такая резиновая. Вы можете практически любой элемент интерфейса Motion взять и перетащить куда-нибудь. Я чуть позже покажу, какая от этого польза для народного хозяйства. Но, обратите внимание, что при перетаскивании, когда я перетащил, я сейчас бросил эту фотографию в группу. И очень важным правилом является то, что все слои в Motion существуют в группах. Не может слой существовать отдельно. Вы не можете взять и вытащить слой за пределы группы. Допустим, я думаю, так, схвачу фотку и оттащу ее куда-нибудь сюда. Как только я ее брошу, Motion создает новую группу и помещает фотку туда. Я могу так сидеть до вечера, до посинения, выдергивать слой, пытаться выдернуть слой из группы. Этого не произойдет. Поэтому это основное правило. Слои в Motion существуют только в группах и не могут существовать за пределами групп. Есть отдельные элементы, их не так много, которые могут существовать вне групп. Например, камера трехмерная, свет трехмерный. Они могут существовать вне групп. Есть, например, такая вещь, как элементы управления, как риги. Риги могут существовать вне групп. Но мы до них дойдем еще. Но основное правило не приложено. Только в группах. Хороший вопрос, Дмитрий. Нет, ограничений в количестве групп нет. Реально у вас может быть 50 групп, 120 групп, 200 групп. Поэтому нет, никаких ограничений нет. По факту, откуда такая любовь Motion к группам? Потому что Motion проект... Да, перемещаются слои между группами без проблем. Вот я сейчас из одной группы в другую, в Митноу. Ограничения по местожительству, скажем так, нет. Важно только, что слой всегда живет в группе. А в какой? Наплевать. Количество слоев в группе тоже не ограничено. Хотите 50 слоев в одну группу запихнуть. Хотите 50 слоев в каждую свою собственную группу запихнуть. Никаких ограничений. Так вот, я начал говорить, почему Motion так любит группы. По одной простой причине. Сам по себе Motion проект это XML. Это обычный XML файл, который описывает все в виде тегов, которые вложены друг в друга. Поэтому вот эта вложенность интерфейса, точнее не интерфейса, а любовь к Motion группе идет как раз именно из-за структуры проекта. Но я, когда только что импортировал файл, сказал, что имеет значение как и куда импортировать. Давайте эту мысль проиллюстрирую. Но я убью лишнюю группу, группу 1, и убью сам слой отсюда. Зачем? Затем, что если я... Вот я сейчас перетаскивал слои в группу. Если бы я перетаскивал новый объект мимо группы, обратите, разница есть. Я тащу на группу, тащу мимо группы. Тогда Motion в этом случае импортирует новый слой в эту группу. В этом случае он создаст новый слой. Он создаст новую группу. И поместит этот слой туда. Поэтому, если вы не хотите платить новые пустые группы без необходимости, то можно импортировать сразу слой в нужную группу. Это особенно актуально, когда вы пытаетесь импортировать одну композицию или один Motion в другой Motion в другой Motion в другой Dragon Drop. Очень важно, что если вы не хотите... Или если вы, допустим, уже подготовили группу для нового Motion в другой проект, вы можете один проект импортировать в другой сразу в нужную группу. Тоже до этого дойдем. Но можно импортировать слои, перетаскивая их сразу в окно Canvas. И тут есть нюанс. Когда я перетаскиваю слой в окно Canvas, я должен его точно центрировать. Видите, появляются такие... Вот это перекрестие, это границы моего слоя, которые я тащу. Видеофайл. Точнее, границы видеофайла. Не видеофайла, а JPEG, которые я перетаскиваю. А вот горизонтальная и вертикальная линия, это рамки выравнивания, которые показывают мне, что сейчас я точно в центре композиции. Сейчас я чуть ниже, чуть выше центра. Сейчас выше и левее центра. Рамок выравнивания нет. Как только я точно перетаскиваю в центр, они появляются. Так вот, удобство перетаскивания слоя в группу заключается в том, что слой автоматически центрируется. Если я тащу его в Canvas, то где я его бросил, там и бросил, и выравнивание уже ложится на мою совесть. Перетаскивание в группу, или вот сюда, в панель со слоями, переводит к тому, что Motion автоматически замещает его в центре кадра. Даже если я поместил слой мимо, я всегда потом смогу взять его и отцентрировать. На другое дело, что мне придется искать эту центровку уже на глаз, потому что кнопки отцентрировать в кадре нет. Есть команды отцентрировать в кадре, и я сейчас до них дойду. Но, опять же, это отдельная команда, которую приходится выполнять, чтобы объект отцентрировался. Сейчас есть некий нюанс. Вот пользователи мониторов с разрешением больше, чем в Full HD, сейчас могли бы увидеть, что я не точно разместил фотографию в центре кадра. Она у меня со смещением. Но я этого не вижу, потому что у меня грая изображения находятся за пределами видимой зоны. Поэтому очень важно разобраться с особенностями масштабирования. Вот здесь вот в правом верхнем углу канваса есть проценты, и я сейчас вижу, что я нахожусь в режиме 100%. Но если я переключусь в режим Fit, то я увижу, что вот, да, мое изображение не точно импортировано. Я его криво бросил. Кстати, говоря про горячую клавишу для масштабирования канваса, это Command+, Command-, как в Final Cut. Только убедитесь, что у вас выделен именно канвас, потому что можно масштабировать и таймлинию таким образом. А, нет, здесь только канвас, отлично. Либо вторым способом вы можете масштабировать канвас, это горячая клавиша Shift-Z, тоже как в Final Cut. А вот Shift-Z, видите, работает и на таймлинии. Вот, вернее, таймлинии отмасштабировалась. Command+, Command-Minus работает в канвасе, а Shift-Z работает и на таймлинии в том числе. Я вот сейчас, опять же, продемонстрирую, уменьшу. Не уменьшу. В любом случае сейчас у меня работало таймлинии. Ой, не так, схватился. Ну, не важно. Не хочу знать время драть. В любом случае, Shift-Z это быстрая команда растаскивания изображения по всему экрану. То есть, чтобы оно втиснуло. Это команда Fit. Есть команда переключения в стопроцентный масштаб. Можно, конечно, выбрать ее вручную. Можно нажать горячую клавишу Alt-Shift-Z. Ой, продон, Alt-Z. То есть, Shift-Z это Fit. Alt-Z это стопроцентный масштаб. Пиксель-пиксель. Есть еще способ манипулировать изображением. И он мне нравится больше всего. Это горячие клавиши пробел-комманд. И обратите внимание, почему пробел-комманд. Почему я так странно называю. Обычно же идет горячая клавиша-модификатор сначала в названии, а потом клавиша с буквой или с пробелом. То есть, я должен был бы сказать Command-Пробел. Но в Motion есть разница, нажимаем ли мы Command-Пробел или пробел-комманд. То есть, порядок нажатия клавиш имеет значение. Абсолютно верно, Дмитрий. Если у вас двуязычная система, то Command-Пробел это переключение языка. Если у вас одноязычная система, например, у вас компьютер только с английским языком и нет второго языка, то пробел-комманд вызывает у вас окно спотлайта. Поэтому имеет смысл в каком порядке нажимать. Если я нажимаю пробел-комманд, то у меня получается в руке лупа. Этой лупой я могу зуммировать. Причем, обратите внимание, что она контекстно зуммирует. То есть, куда я кликну, в том месте появляется прицел. И этот кусочек зуммируется. Самое классное, что этот режим зуммирования был в Motion задолго до того, как он появился в Photoshop. Обычно он известен больше фотошопным пользователям. Но я помню, когда Adobe анонсировал, что теперь у них тоже появляется такой режим зуммирования, я такой, добро пожаловать, Adobe. Поэтому в Motion он существовал всегда. Особенно меня удручало, когда Adobe добавил это в Illustrator через одно место, когда в одном режиме в Illustrator он работает, в другом режиме он не работает. Тоже забавно. В Motion этот режим работает всегда. То есть пробел-комманд, зуммировали и налево-направо. Двигайте мышкой, вот она зуммируется. Поэтому, пользуйтесь. Так, давайте уйдем на наш традиционный 10-минутный перерыв. И после перерыва вернемся и поговорим про манипулирование со слоями. И так далее. А сейчас перерыв. Так вот. До перерыва остановился я на том, что я бросил изображение и, допустим, не попал. Допустим, оно вот так вот криво легло. И не удалять же мне его и не переимпортировать заново. В Motion есть возможность отцентрировать это изображение командами в меню Object, Alignment. И дальше, на мой взгляд, довольно замороченные команды. И было бы, конечно, удобнее, если бы они были в виде кнопочек. Сразу было бы понятно. Потому что здесь нужно читать, а потом думать, ага, так, левыми сторонами, правыми сторонами выровнять. Или там по горизонтали, по вертикали выровнять. И, ну, мягко говоря, не самый удобный способ. Но, тем не менее, выровнять по горизонтали. А, опять же, эти объекты работают только для выравнивания, когда у вас несколько объектов. То есть, допустим, если два или три объекта, они друг от друга относительно друга отцентрируются. Вот. А если у вас один объект, то вы можете его отцентрировать именно вот мышкой. Перетащив его, дождавшись, пока появятся кнопки центрирования. Центрирование. Стоит признать, это не очень, не самый из удобных вариантов. Но, тем не менее, хорошо, что он есть. Такое вот центрирование. Дальше. К вопросу, вот то, что Александр задавал. Действительно, можно ли как-то крутить, масштабировать это изображение? Без проблем. Для этого есть несколько способов. Через инспектор. Закладка Properties. В частности, Position, Scale, Rotation. Все пункты там есть. И мне довольно часто нравится манипулировать именно с помощью инспектора. Поэтому довольно часто я буду прибегать к его помощи. Но это не означает, что вы не можете схватиться за край изображения. Например, чуть-чуть сделать его поменьше. Схватившись за край и потащив. Обратите внимание, что здесь как в Photoshop. То есть я масштабирую сейчас без учета пропорций. Поэтому, если мне нужно было бы с сохранением пропорций, то я перетаскиваю, как и в Photoshop, с зажатым shift. Теперь пропорции сохраняются. Самый кайф в том, что, допустим, если я масштабировал картинку без учета пропорций, а потом схватился за уголок с shift, то я масштабирую с учетом новых пропорций. То есть вот сейчас они у меня меняются пропорционально относительно тем искажениям, которые я сделал. Да, к вопросу, Дмитрий, в поле Position вы можете выделить любое значение и вбить ручками там все, что хотите. Position, Rotation, все поля выделяются. И, пожалуйста, кликайте и вбивайте. Далее. Это что касалось привычных трансформаций. Пользователям, которые, допустим, переходят из Windows платформы на Mac, может показаться непривычной вот такая ручка-вращалка. То есть вокруг центра, справа от него есть такая фигнюшка, за которую вы можете схватить. И чем дальше вы ее оттащите, тем точнее будет поворот с помощью этой ручки-вращалки. Более того, Motion пишет вам, с какой точностью вы поворачиваете в левом верхнем углу Canvas. Он сейчас пишет, что это Rotation. Вот тут вот. Да, то есть он показывает текущий угол поворота и насколько он повернут относительно изначального расположения картинки. То есть вот сейчас у меня угол поворота 19 градусов, это 20 градусов, это плюс 13 к тому, что у меня было. У меня было 7 градусов уже поворот. И вот сейчас плюс 13 дает мне 20 градусов. Что если я покрутил как это изображение, и меня оно не устраивает? Справа от каждого параметра, Position, Scale, Rotation и так далее, есть всплывающая такая контекстная менюшка, где можно выбрать пункт Reset параметр. И все вернется как было. Есть. Все параметры сгруппированы в блоке, блок Transform, Blending и так далее. Можно ресетнуть настройки сразу у блока. То есть если я Position, Scale и Rotation настроил, чтобы не ресетить их по очереди, я могу ресетнуть целиком параметр Transform. И все эти три параметра вернулись как было. Даже оказывается, видите, фотографии больше, чем размер кадра, поэтому Scale там тоже был настроен. Уже в режиме Fit. Далее. Хорошо, допустим, вот у меня есть фотография. Что я могу... То есть мне хотелось бы как-то анимировать, но прежде чем анимировать саму фотографию, я хотел бы импортировать еще и логотип. Там же в папке с материалами для сегодняшнего урока есть логотип. Перетащу его туда же в группу. И логотип подготовлен был не очень хорошо. То есть обычно в идеальной ситуации было бы удобнее, если бы размер кадра логотипа совпадал бы с размером кадра... То есть размер кадра рабочей зоны логотипа, то есть в иллюстраторе, который он был подготовлен, было бы неплохо, если бы он совпадал с самим логотипом. А здесь этого не произошло. Кто-то безалаберный готовил этот логотип. Ну, это был я. Но цель моей безалаберности в данном случае была для того, чтобы продемонстрировать некие особенности, связанные с вот таким вот неправильным позиционированием логотипа. То есть, допустим, я хотел бы расположить его в правом нижнем углу, но сделать чуть-чуть побольше. И вот тут-то проявляются недостатки моей безалаберности, потому что если я сейчас попробую схватить за уголок логотипа и начать его увеличивать, логотип куда-то уползает. Что за дела? Куда он уползает? Ответ очень простой. Я масштабирую саму рабочую зону логотипа. То есть это документ, который был сделан в иллюстраторе, и у него есть такие вот поля. Соответственно, когда я масштабирую за уголок, масштабирование выполняется из центра к краям, и логотип смещается. Это все прекрасно, но что если мне это не устраивает? Мне хотелось бы, чтобы логотип никуда не смещался, а при масштабировании за уголок масштабирование выполнялось из центра. И это подводит нас к мысли, к теме анкор-пойнт или точки привязки. Вот это вот перекрестье в центре, это та самая точка привязки, или анкор-пойнт, относительно которой выполняются все трансформации. Scale, Rotation, если я буду крутить логотип, то он крутится не вокруг своего центра, а вокруг этого анкор-пойнта, который находится в черте где. Поэтому, если мне нужно было бы, чтобы логотип вращался вокруг своей оси, мне нужно первым делом поменять анкор-пойнт. Так вот, сделать это можно двумя способами. Первый способ. Через закладку Properties. Параметр анкор-пойнт. Второй способ. Есть отдельный инструмент. Вот этот внизу, в панели инструментов. По умолчанию сейчас активна стрелка, но можно нажать на стрелку и подождать, и вываливается инструмент анкор-пойнт. Точнее, вываливается менюшка, в которой есть инструмент анкор-пойнт. Возникает резонный вопрос. А зачем инструмент, когда есть параметров в пункте Properties? Они работают по-разному. Точнее, они работают одинаково, в том плане, что результат у них будет одинаковый, и можно добиться и инструментом, и с помощью этого атрибута анкор-пойнт, чтобы все-таки анкор-пойнт переместился в центр логотипа. Но, если я использую инструмент анкор-пойнт, то я центр вращения перемещаю в центр логотипа. Обратите внимание, что, когда появляются такие стрелки, жизненно важно хвататься именно за стрелки. То есть, может показаться, что я и так смогу переместить, или за колечко схватившись, но лучше, если все-таки перемещение будет выполняться строго за красную и зеленую стрелку. На самом деле, там стрелок три штуки, синяя стрелка, она просто смотрит на нас. Поэтому в результате я вижу только красную, зеленую и синюю точку. Хотя это стрелка, которая просто смотрит на камеру, на зрителя. Про особенности работы с 3D мы еще поговорим в Motion, у нас будет отдельное занятие. А сейчас я просто хватаю за красной и зеленой стрелки и перемещаю анкор-пойнт, зуммирую кадр, если нужно. Перемещаю его так, чтобы он располагался в центре логотипа. То есть, делаю так, чтобы вот это колечко совпадало с примерно колечком логотипа. Теперь, если я буду зуммировать, возьму обратно стрелку, если я буду масштабировать картинку, то она масштабируется... Ой, промахнулся. Не люблю так масштабировать, я буду масштабировать параметром Scale. Если я меняю Scale, то он меняется из центра к краям. То же самое сделаю, но параметром анкор-пойнт. Сейчас я сначала его reset-ну. Казалось бы, в чем проблема? Ну, в чем разница? Подумаешь, кручу я логотипом, кручу я инструментом анкор-пойнт или этим параметром? Как мы только что видели, когда я настраиваю с помощью инструмента анкор-пойнт, я саму точку перевязки смещаю в центр логотипа. Если я настраиваю с помощью параметра анкор-пойнт, то я логотип смещаю в точку привязки. То есть действие прямо противоположное. Казалось бы, можно задать вопрос, а как правильней? На самом деле и так, и так правильней, в зависимости от того, успели ли вы, например, спозиционировать логотип в том месте, где вы находитесь. Допустим, вам удобнее, чтобы он находился в правом нижнем углу. Если вы уже расположили его там, где вам хотелось бы, чтобы он находился, то и жалко терять это местоположение, то удобнее воспользоваться инструментом анкор-пойнт. Если вам несложно его потом заново отпозиционировать, то можете пользоваться параметром анкор-пойнт. Поэтому как вам больше нравится, так и используйте его. Ну, я, допустим, поставлю его сюда, в правый нижний угол. И мне хотелось бы еще один документ рассмотреть. Логотип сейчас находится в неком таком... Ну, он является частью документа, и вот он-то, его реальные края. Но мне хотелось бы все-таки не терять возможность масштабировать его за уголки. Другое дело, что эти уголки теперь находятся черти где, за пределами изображения. Поэтому будет удобнее, если я крепану лишние пустоты, которые сейчас есть. Напомню, эти пустоты вызваны тем, что этот документ в программе Adobe Illustrator имел вот такой размер, и в правом нижнем углу остался логотип. Я хочу восстановить, скажем так, справедливость, поэтому я возьму инструмент crop и crop-ану его. То есть не его, а пустое место, которое вокруг логотипа есть. Напомню, чтобы перемещаться по кенвасу, вы можете зажимать и удерживать клавишу пробел. В этом случае у вас временно активируется лапка, инструмент рука. Там же при зажатом пробеле вы всегда можете дожать command, и вот вам будет инструмент zoom. Поэтому инструменты навигации очень удобные. Мне, кстати, непонятно, почему Adobe в After Effects не использует ту же самую концепцию, горячий клавиш, потому что это, в принципе, было бы правильнее. Далее. Да, кстати, не забыть бы про горячую клавишу активации стрелки. То есть чаще всего в большинстве случаев у нас должен быть активен инструмент transform, поэтому поработав со всеми другими инструментами, лучше взять обратно стрелку. И вот тут-то есть нюанс. Горячая клавиша инструмента transform shift-s. Не самая простая, не самая удобная горячая клавиша, не самая удобная комбинация клавиш. Было бы классно, если бы все-таки была стрелка. Так же, как, например, в Final Cut, клавиша A вызывала бы стрелку. Здесь кроется огромный подвох. Кнопка A здесь включает анимацию. Поэтому, если нажимаете клавишу A, я так все-таки не помню. А вот, вот здесь она теперь загорается. В зависимости от версии, они как-то тасуют эти кнопки. Раньше она находилась прямо сразу под камбасом, теперь она находится вот здесь вот. Специально, чтобы не бросалась в глаза. Так вот, фишка в том, что когда вы активируете, нажимаете клавишу A, включается запись, и можно прямо так наколбасить и записать, проанимирует случайно то, что вы не хотели анимировать. Поэтому убедитесь, что вы рефлекторно, ну, то есть контролируете себя, что вы рефлекторно не нажимаете клавишу A, чтобы взять стрелочку. Стрелочка берется командой Shift-S. При этом обратите внимание, что инструмент называется Transform, а раньше назывался Selection Tool, инструмент выделения. Поэтому клавиша Shift-S. Упоминание о том, что когда-то это был Selection Tool, осталось только всплывающие подсказки. Select Transform Tool. Хотя официально теперь Apple называет его просто Transform Tool. Да, можно переназначить шаткаты, если хотите, если вам часто приходится работать и в Final Cut, и в Motion. Я как-то привык, и я уже помню, что просто в Motion это Shift-S. Но можно настроить и так, как в Final Cut принято. Я хотел бы привлечь ваше внимание к еще одному моменту. Если посмотреть на логотип, качество логотипа, даже если я переключусь в стопроцентный масштаб, качество логотипа оставляет желать лучшего. Какой-то он пикселизованный, вообще покоцанный. Более того, если попробую его сейчас скейлом увеличить, хотя он уже сейчас увеличен 250%, и чем больше я увеличиваю, тем хуже он становится. В чем проблема? Тем более, если посмотреть на исходный файл Reveal Source Media, то он говорит, что это файл с решением AI, то есть у него Kind PDF, то есть он должен масштабироваться без проблем. Даже вот видно по имени файла. AI, то есть это иллюстраторный файл, Adobe Illustrator, то есть это должна быть векторная графика. То есть по названию мы понимаем, что это векторная графика, но значит, что она должна масштабироваться без потерь. Но то, что мы видим глазами, никак на векторную графику не тянет. Перед нами совершенно обычная растровая картинка, которая теряет в качестве, по мере того, как мы ее увеличиваем в масштабах. Вот у меня уже сколько здесь? 350 процентов, да, и качество страдает. На самом деле здесь мы столкнуемся с тем, что Motion пытается быть услужливым, но оказывает нам медвежью услугу. По умолчанию при импорте любых векторных объектов, то есть тех объектов, которые должны масштабироваться без потерь качества, векторный логотип вы можете взять и растянуть хоть на визитку, хоть на билборд 3 на 5 метров. Никаких ограничений не будет. Не должно быть. Но, как мы видим глазами, они возникают. Так вот, почему это происходит? При импорте любых векторных объектов, неважно, иллюстратор это, в PDF-ном файле, где угодно, логотип растрируется на лету. И сделано это для того, чтобы снять нагрузку с машины, потому что обрабатывать конечное количество растровых пикселей Motion проще, чем каждый раз просчитывать вектора. Тем более, что пытаться их анимировать, тем более, что он должен их просчитывать 25 раз в секунду при частоте кадра 25. Поэтому Motion пытается упростить задачу. Но, при всем уважении, конечно, к Motion и к его попыткам, хотелось бы, чтобы он этого не делал. Так вот, если мы хотим оставить логотип векторным, потому что, например, качества его не хватает, то есть в идеале, конечно, логотип должен быть завиданного большего масштаба, чтобы мы могли его уменьшить и не заморачиваться с этой игрой в вектор в растр. Мы могли бы оставить его так, как его растрирует Motion, и было бы все хорошо. Если логотип изначально был большого масштаба, мы бы его уменьшили. Но сейчас логотип недостаточно большого масштаба, поэтому мы должны активировать его векторную природу. Для этого мне нужно, опять-таки, кликнуть правой клавишей в сам логотип в слоях, выполнить команду Reveal Source Media, и в инспекторе я хочу обратить ваше внимание на эту галку Fixed Resolution. По умолчанию она будет всегда включена для всех векторных объектов. Именно она выполняет растрирование этого объекта, то есть она переводит его из векторной формы в растровую. По счастью, если я отключу эту галку, логотип снова векторный. При этом неважно, насколько я его буду сейчас масштабировать, то есть у меня уже 350%, я схватаюсь за цифры, тащу дальше, вот у меня уже 500%, 1000%, логотип по-прежнему гладенький. То есть теперь это в чистом виде вектор. При уменьшении теряется качество. Но смотрите, важно, что здесь, чтобы мы отличали движущуюся графику от статики. Фотошоперы привыкли думать, что да, при уменьшении разрешения теряется качество. Но потери качества, которые видны пользователю, они значительно меньше в динамике, чем в статике. Потому что, если вы посмотрите, для любых анимированных объектов мы будем даже подмыливать картинку специально. Мы будем включать такой параметр иногда, как Motion Blur. То есть мы специально будем размывать картинку по движению. Поэтому для движущихся объектов вот эта вот звенящая резкость даже хуже, чем легкое подмыливание. Поэтому то, что картинка уменьшается слегка, это неплохо, потому что возникает логотип статичен. Но если мы будем его анимировать, это как раз специально хорошо, что мы эту тему затронули, потому что это очень важная вещь. Многие люди, которые переходят от фотографии, меня спрашивают, а какой фильтр резкости ты мог бы порекомендовать для того, чтобы применить к видео? Я всегда говорю, Blur. Самый классный фильтр резкости, который вам нужен, это Blur. Потому что в этом случае ваша картинка будет смотреться, я не люблю это слово, но более киношно. В кино есть параметры Motion Blur, то есть все движущиеся объекты слегка подмыты по движению, и мы к этому привыкли. Поэтому когда картинка звенящая, она дает ощущение, как компьютерные игрушки, но не киноизображение. Хорошо. Вернемся к масштабированию. Не буду делать вот таких лошадиных размеров. И поскольку все-таки Motion это программа для анимации, вероятно, мне нужно как-то что-то санимировать здесь. И говоря про анимацию, и мы будем часто этим пользоваться, в Motion есть два способа анимирования всего, чего хотим. Это традиционные ключевые кадры или кейфреймы. Мы с кейфреймем будем отдельно работать, будем рассматривать анимационные кривые, безе и так далее. А есть второй способ, характерный для Motion. Он не уникален для Motion, потому что была когда-то такая программа Combustion, откуда Apple переманила разработчиков, и через некоторое время в Motion появилась такая же вещь, как в Combustion. Когда-то была в Combustion это называлось капсулы, здесь это называется Behaviour, поведение. И Behaviour это очень сильная штука. По факту Behaviour это набор упакованных ключевых кадров. Но в отличие от ключевых кадров настраивать Behaviour бывает гораздо, гораздо, гораздо проще. Поэтому я очень большой поклонник Behaviour. Я, наверное, даже иногда злоупотребляю Behaviour. Я пытаюсь их пихать туда, где, наверное, кейфреймы срабатывали бы лучше. Поэтому иногда мне приходится себя разубеждать, то есть переводить на традиционный режим работы, то есть с помощью ключевых кадров. Что такое Behaviour? В двух словах. Давайте... Да, Behaviour можно создать... А, нет, почти. Behaviour... Пользователю не получится создать, но вы можете стать разработчиком и писать свои собственные Behaviour. Вы можете разломать Behaviour обратно на ключевые кадры. Это может пользователь сделать. Но упаковать вручную нет. Именно с помощью интерфейса Motion. Но, в принципе, это не требуется. Потому что и так достаточно их много. Стандартных Behaviour. Значит, как пользоваться Behaviour и что такое Behaviour? Это действительно поведение. То есть вы описываете, что этому объекту свойственно делать. Ну, предположим, давайте нарисую просто кружочек. Вот здесь вот в нижней части интерфейса. Просто на нем будет проще и понятнее это продемонстрировать. Я нарисовал просто круг. Как я могу санимировать этот круг? Кстати, давайте я выключу фотографию и логотип, чтобы они не отвлекали. Галки в слоях выключают их видимость. Так вот, выключил логотип, выключил фото. Допустим, моя задача, чтобы круг пролетел из левой части экрана в правую. Как бы я это сделал с помощью анимации? Вот у меня есть параметр Position. Справа от него есть ключевой кадр. То есть ромбик. Я нажимаю кнопку с keyframe. Ромбик залипает. Перехожу направо по времени. И перетаскиваю круг. Все. Вот анимация готова. Круг перележает слева направо. Это традиционная анимация по keyframe. Ничего нового. Все, как во всех других монтажных программах, во всех программах анимации. Вообще, где угодно. Даже в Photoshop, по-моему, keyframe работает таким образом. Единственное, что, если вы хотите, чтобы keyframe отображались на тайме, не в Motion, то вам нужно убедиться, что кнопка показа keyframe включена. По умолчанию я не помню, включена или нет, но она в реальности, по-моему, по умолчанию выключена. Могу путать. Я предпочитаю держать ее включенной, чтобы сразу видеть, где у меня какие keyframe расположены. Пока я не буду акцентировать эту тему в дальнейшем, потому что у нас будет отдельное целиком занятие, посвященное keyframe. Но я просто хотел, почему я про keyframe это сейчас, чтобы показать, как это работает. Дальше. Я могу сделать то же самое действие, используя behavior. Давайте я удалю keyframe. Захожу в параметр и выбираю команду reset параметр. Все keyframe удалились, режим анимации выключился. Располагаю также мячик в левом углу. И дальше захожу в behavior. Основная группа, которой мы будем пользоваться поначалу, это группа basic motion. Тут куча всяких полезных вкусняшек. И в частности, behavior throw, на котором я хочу показать отличие работы с behaviorами от keyframe. Когда я применяю behavior throw бросок, ничего по умолчанию не происходит, потому что я не сказал, куда бросаем. Поэтому behavior не знает, куда бросаем, поэтому не бросает никуда. Мячик стоит на месте. Но, если я разверну треугольник слева от throw velocity, и скажу ему бросаем по оси x, чем больше я ему буду задавать силу броска, тем дальше он его успеет бросить. Более того, если у вас слайдер закончился, а бросает он недостаточно далеко, хватайтесь за цифры и перетаскивайте сами цифры. Настолько далеко, насколько вам нужно, чтобы он бросал этот мячик. То есть, то же самое сделанное, скажем так, без единого keyframe. Ни один keyframe не пострадал. К вопросу motion blur, чуть позже мы будем рассматривать эту тему, поскольку сейчас она не совсем к месту. Более того, я любой keyframe, любой behavior, если нужно, могу, не помню как уже, да, через меню object сконвертировать обратно в keyframe. Не обратно, а просто сконвертирую в keyframe. Единственное, что это операции деструктивные, и больше настройка этого throw, у меня не будет. Этого конкретного назад он поставил два keyframe. Вначале, в конце. Даже чуть больше keyframe поставил. Поэтому, еще раз говорю, что behavior – это упакованные keyframe. вот я их распаковал обратно. Другое дело, что, в отличие от keyframe, настраивать behavior бывает проще. Поэтому, иногда, для какой-то работы, выбирая между behavior и keyframe, я чаще отдаю предпочтение behavior, потому что их настроить просто. Смотрите, где стоит на playhead перед применением behavior – важно лишь только, если у вас стоит одна настройка в преференсах. И, кстати говоря, давайте про эту настройку тоже поговорим. Смотрите, сейчас, когда я создавал, импортировал слои какие-то, создавал behavior, все слои в моей композиции создаются от начала. От начала тайм-линии, имеется в виду. Когда я применяю behavior, behavior тоже создается от начала тайм-линии. Но в motion есть настройка, я, опять же, не помню, они наконец-таки поменяли, умолчали на настройку или нет. В закладке project есть галка, где создавать слои. Create, Layers, Add. И по умолчанию, в старых версиях, я не помню, в новой версии, по-моему, где-то я читала, что они собирались наконец-таки поменять. Но поменяли или нет, это вопрос. Поэтому по умолчанию стоит current frame, то есть новые слои и новые behavior создаются в том месте, где стоит playhead. Я рекомендую поменять эту настройку. Почему? По одной простой причине. Поменять ее именно на start of project. Что если, я сейчас хочу вам просто продемонстрировать, что если у меня осталась бы настройка Create, Layers, Add в пункте Current Frame. Я закрываю окно и допустим, я импортирую еще одну фотографию. Допустим, допустим, фотографию с котиком каким-то. Перетаскиваю ее сюда в Canvas. Поскольку playhead у меня стоял в начале тайм-линии, слой создался тоже от начала тайм-линии. Но, если бы у меня playhead по каким-то причинам вдруг оказался в конце тайм-линии или в середине тайм-линии, то при импорте фотки у меня эта фотка расположилась бы в конце тайм-линии. Ну и кажется, ну и что? Подумаешь, а вот что? Если я нажимаю пробел, вдруг фотка резко исчезает, потом мелькает на доле секунды и потом снова исчезает. Почему это происходит? Потому что при импорте фотографии она создалась в конце самого проекта. Поэтому, и это касается и создания новых шейпов. Та же самая история, если я, допустим, хочу нарисовать ректангл, я его рисую, и он создается не от начала, а от конца. Поэтому тоже при нажатии play он вдруг исчезает. То есть, если вы сталкиваетесь с таким поведением моушена, то это значит, что вы стали жертвой вот этой настройки. И я рекомендую вам переключить ее на Start of Project. Она, в принципе, удобна, когда вы уже, допустим, освоились с моушеном и сразу паркуете playhead там, где должен начинаться этот слой. Но, не знаю, я с моушеном работаю со второй версией и никак не могу привыкнуть к этой настройке. Поэтому я всегда переключаю ее на Start of Project. Вот. Это, что касалось вопроса, хорошего вопроса, Андрей, где находится playhead перед применением behavior. Так вот, если у вас стоит настройка Start of Project, то вам, в принципе, все равно, потому что behavior будет создаваться на протяжении всего слоя. От начала до конца. Дальше. Давайте я удалю этот шарик, вернусь к манипулированию логотипом и этой штукой. Значит, логотип я хотел бы, чтобы у меня плавно увеличивался в размерах. Чтобы он просто появился и рос чуть-чуть. А, может даже нет, не логотип, пускай картинка чуть-чуть наезжает, поскольку у картинки все равно там есть запас. Соответственно, я могу картинку проанимировать. Это же понятно, да, параметром Scale, но Scale, если проанимирую Scale, то это как обычно, как во всех монтажках, ничего нового. Мне хотелось бы, чтобы мы узнали что-то новое. Поэтому я применю Behavior к слою, поэтому слой с фоткой у меня будет выделен. Применю Behavior из группы Basic Motion, которая называется Grow Shrink. Соответственно, многие, некоторые Behavior пишутся через DeFiz, точнее, слэш. То есть, они показывают, что это Behavior может работать в два направления. То есть, он может увеличивать картинку, а может сжимать картинку Grow и Shrink. По умолчанию, опять-таки, Grow Shrink ничего не делает, потому что я не проинструктировал его, должен ли он Grow расти или Shrink сжиматься. Но дальше я просто указываю ему параметром Scale to, должен ли он увеличиваться в размерах. Причем, я даже могу не останавливать воспроизведение. В этом кайф Motion. Хватаю за цифры, вот у меня картинка зуммируется. Если мне кажется, а мне сейчас так кажется, что композиция длиной одну секунду слишком медленная, слишком короткая, а это действительно так, я увеличу длину композиции через меню Edit, Project Properties. Допустим, пускай она будет длиной пять секунд. И вот сейчас произошла одна важная вещь, помимо того, что я поменял длину проекта, но смотрите, что теперь будет происходить. Точнее, пока визуально это будет незаметно, но я привлеку ваше внимание к тому, что вот эта метка, выходная метка, она раньше стояла здесь, в конце проекта. Вот эти входные и выходные метки это так называемый Play Range. На что влияет Play Range? На диапазон воспроизведения, собственно, поэтому он так и называется, то есть, если я нажму пробел, играть он будет от входной метки до выходной метки. Всегда. Воспроизведение в Motion всегда идет от Play Range In до Play Range Out. Но важно, где стоят эти Play Range. По умолчанию они стоят одна в начале, другая в конце. Поэтому он все равно играет от входа до выхода, но от начала до конца. Эти метки можно перетаскивать мышкой, можно перетаскивать горячими клавишами, но допустим, я хотел бы, чтобы Play Range находился в начале и в конце. Для этого есть горячая клавиша Alt-X или в меню Mark есть команда Reset Play Range. Я думаю, ну вот все, теперь у меня Motion будет проигрывать все 10 секунд моей композиции. Нажимаю пробел, опаньки, все почернело. Вот это как раз та важная вещь, о которой я хотел поговорить. Куда все делать? Понятно, куда все делать? Длина проекта у меня была секунда. Поэтому по окончании первой секунды и остальные 9 секунд у меня будет чернота. Потому что слои были длиной, равной длине старого проекта. Поэтому, чтобы этого не происходило, точнее, чтобы удлинить слои, мне нужно зумировать тайм-линию. Напомню, горячая клавиша тайм-линии shift-z при активной тайм-линии. И вот слои. Вот они заканчиваются на первой секунде. У меня таких секунд сколько-то? 10. Здесь почему-то 5 секунд. А, да, я 5 секунд сбила, а не 10. Но неважно. Мне казалось, что 10. Ну фиг, не пускай будет 5 секунд. Так вот, чтобы удлинить эти слои, я, конечно, могу взять каждый из слоев за хвост, потащить и так далее. Очень долго неудобно. А могу взять целиком группу, выделить группу и потащить за хвост группу. В этом случае удлиняется все содержимое группы, что гораздо более удобно. Но при этом тот момент, тот способ, которым я сейчас пользуюсь, то есть перетаскивать вручную, тоже не очень удобно. Потому что, что если я хочу точно позиционировать и, допустим, у меня не 5 секунд длина проекта, 15 секунд, дальше тащить неудобно. Есть шанс, что я как-то промахнусь. Поэтому есть несколько горячих клавиш манипулирования слоями. Я сейчас буду манипулировать непосредственно группой, но эти клавиши применимы к отдельным слоям в том числе. Первые две горячие клавиши удлинить или обрезать группу. Горячие клавиши I, O. Если я, например, перейду в какую-нибудь точку во времени и нажму клавишу O, группа удлиняется, то есть выходная метка этой группы этого слоя смещается в положение плейхеда. Если я, например, хотел бы поначалу подрезать или удлинить, то то же самое клавиша I делает. Входная метка. Причем она не только подрезает, она подрезает и удлиняет. То есть она задает новое начало слоя во времени. клавиша I, O. Хорошо, что если меня длина группы устраивает? Мне хотелось бы просто, чтобы допустим, она заканчивалась здесь. То есть я хотел бы взять группу и переместить так, чтобы она концом уперлась в местоположение плейхеда. В этом случае есть горячие клавиши Shift и правая квадратная скобка, Shift и левая квадратная скобка. А, почти Виталий, смотрите, в Final Cut вы не можете укоротить слой клавиш, ну, точнее, удлинить слой клавиши I. Вы можете его подрезать горячими клавишами, но удлинить не получится, если вы не в тримминге. А здесь клавиша I.O работает, я бы сравнил ближе это как раз с функцией Extend Edit, то есть функцией тримминга. Так вот, возвращаясь к перемещению группы, Shift и левая и правая квадратная скобка перемещают саму группу без изменения ее длины. Вот так, вот так, то есть она никуда не, она не растягивается, она просто переезжает в то место, где стоит Playhead и приталкиваясь началом или концом. Отличное наблюдение, Павел. Смотрите, слой, кажется, что при удлинении или при перемещении, что слой на один кадр промахивается. На самом деле, то, что мы вот здесь вот видим, вот то, что он так неровно стоит, это длина одного кадра. То есть, вот это вот одна 25 секунды. Поэтому слой всегда выравнивается по началу кадра, поэтому то, что я вижу, это просто протяженность его во времени. Поэтому слой выравнивается не по предыдущему кадру, а по текущему кадру. То есть, грубо говоря, если я хочу встать и, допустим, на кадр 4.16, я хочу, чтобы слой заканчивался в кадре 4.16. в том же самом авторе, насколько я помню, он у вас заканчивается на кадр раньше. В моушене моушен ведет себя как видеомонтажная программа. То есть, грубо говоря, как если бы вы в файл-карте рубанули, когда вы нажимаете выходную метку на 4.16, то кадр заканчивается на этой отметке. То же самое и моушен. Он заканчивает этот кадр на кадре 4.16. То есть, если я перейду в 4.17, там уже будет пустота. Поэтому хорошее наблюдение, но да, слой торчит, что он не на один кадр длиннее его делает, он именно показывает длину одного кадра, заканчивая на том кадре, где стоит плей-хед. Было бы проще, если бы они добавили плей-хед-шеду, как у файл-ката, то есть подсветку, что это длина одного кадра. Но, увы, они этого не сделали. Значит, далее. Все-таки я закончу играться с манипулированными слоями и встану в начале обрежу входной меткой, встану в конец обрежу выходной меткой. Вот у меня все слои растянулись от начала до конца. А еще раз, если выделена группа, то растягивается все содержимое этой группы. Хорошо, я сейчас растягивал слои, но анимация, кстати, мне нравится, как сейчас так плавный наезд выполняется на фотографию. Но что, если мне хотелось бы, чтобы при достижении какого-то момента во времени анимация прекратилась? Например, вот чтобы здесь анимация уже закончилась. казалось бы, ну тогда обруби эффект Grow Shrink. Думаю, ну ладно, рубану его. Да, хороший вопрос. Перемещаться по тайм-линии вы можете кнопками Home, End, если у вас полноформатная клавиатура. Вот такая вот. Тогда у вас есть отдельные клавиши Home, End. Если вы с легкой руки компании Apple являетесь счастливым обладателем урезанной кастрированной клавиатуры, то тогда вам придется нажимать клавишу Function. Вообще, для работы лучше иметь полноформатную клавиатуру, не обязательно такую олдскульную, как у меня. Можно обойтись пластмассовой, кошмарной эпловой клавиатуры, но факт остается фактом. Либо вы, если вы работаете на ноутбучной клавиатуре, либо на урезанной iMac клавиатуре, вам приходится нажимать клавишу Fun и стрелки налево-направо. На нормальной профессиональной клавиатуре вы нажимаете Home, End, нажимаете специальную выделенную клавишу и перемещаетесь в начале и в конец. Но, возвращаясь к Behavior Groishing, смотрите, что произошло. Казалось бы, анимация остановилась, но какой ценой? При окончании Groishing, Groishing сбрасывает всю работу. Да, у Apple действительно есть полная клава, она всегда у нее была, это не какая-то новинка, но, на мой взгляд, Apple клавиши и Apple мышки не стоят своих денег, потому что они кошмарны. Поэтому, что-то Apple умеет делать, что-то не умеет, в том числе клавиатуры и мышки Apple делать не умеет. Ну, по крайней мере, они дико неудобны. Хорошо, возвращаясь еще раз к Groishing. Смотрите, что происходит, и это очень важный момент. Как только я заканчиваю действие Groishing, Groishing собирает свои вещи и уходит. То есть, все эти изменения, которые он сделал, он уносит с собой. Это, грубо говоря, как если бы у вас сломался телевизор, и к вам пришел телемастер, как только уходит телемастер, телевизор снова ломается. То есть, телевизор работает только пока присутствует телемастер. Это жутко неправильно, но фактически то, что мы наблюдаем перед нами в данный момент. Почему это происходит? По одной простой причине. Некоторые behavior будут работать именно таким способом. для сейчас Groishing является одним из таких behavior. То есть, для них нужно постоянно, они такие control-фрики, они постоянно любят контролировать ситуацию, и как только behavior заканчивается, он выбрасывает все одно исходное состояние. В данном случае behavior контролирует параметр scale, то есть масштаб. И как только он теряет контроль, то есть, когда он заканчивает действие, scale возвращает в исходное состояние. Нет, не нужно ломать его на ключи, иначе терялся весь смысл behavior. Потому что тогда смысл делать behavior, а потом применять ключевые кадры. Нет. Для этого нужно просто помочь ему применить еще один так называемый stop behavior. То есть, другими словами, я удерживаю behavior grow ring в том значении, то есть я смотрю по grow ring, чтобы он дотянул картинку до того масштаба, который мне нужен, а потом в нужный момент применяю behavior stop. Вот, собственно, я так сейчас и сделаю. Выбираю сам слой, захожу в behaviors, параметр behavior, behavior stop. Что он делает? Он останавливает действие, он замораживает действие того параметра, к которому применен. в том месте, где начинается сам behavior stop. В частности, обратите внимание, я так его вытяну незадолго до окончания behavior grow shrink. Единственное, что по умолчанию сейчас stop ни к чему не применен, поэтому behavior есть, но он не знает, что ему нужно останавливать, что нужно контролировать. В настройке в behavior у него пусто. Применить к чему? Ни к чему. И здесь есть выпадающая менюшка, с которой мы будем работать очень часто. У многих behavior есть такая целевая менюшка, к чему его применять. Набираю здесь properties, transform, scale, all. То есть остановить любую трансформацию параметра scale. Все. Грошинг. Действие грошинга перехватывается стопом в том моменте, где начинает действовать стоп. Причем длина грошинга не важна. Длина грошинга будет влиять на плавность анимации. если я сейчас грошинга растяну, он стоп будет перехватывать его раньше. То есть он плавнее теперь анимируется, но потом раз и тормозится все равно. Поэтому вот такой вот слоеный пирог из двух behavior иногда приходится использовать. Один behavior внизу растягивает, а второй behavior говорит ему ага, а вот этот стоп а вас я попрошу остаться. И самый удобный момент в том, что допустим я думаю рановато стоп врубился, не проблема, обрезал, грошинг под ним продолжает работать. Соответственно я добавил себе вот еще немножко вот такого наездика. Поэтому связка behavior со стопом очень мощная. Некоторым behavior не требуется стоп. Некоторые behavior знают когда остановиться, знают свою меру, а некоторые не знают. Нет, Валентин, прекрасный вопрос, не глупый, но нет, хатки behavior это точно такие же элементы слоев, как обычные слои, поэтому специализированных behavior для них нет. Вы можете например какие-то самые частые используемые behavior вынести в фейвориты. В меню motion есть пункт favorites. У меня сейчас там два behavior, которые я использовал последний раз для демонстрации, поэтому я их вынес сюда. Но все, что вы побросаете в эту менюшку может быть в эту папку. Вот здесь есть папка favorites меню. Все, что вы туда бросите будет доступно в меню favorites. Поэтому не совсем хаткей, но быстрый доступ. Далее. Значит хорошо, я могу манипулировать behavior, могу с помощью growshink их подтормаживать, точнее останавливать тогда, когда мне это нужно, а не когда behavior закончился. Хотелось бы сделать, познакомиться с еще одним behavior, например, отличный вопрос, Виталий. Действительно, можно с помощью play range in, play range out. То есть, допустим, если нужно, чтобы вот только этот момент проигрывался, встаньте playhead, нажмите горячую клавишу command option i, или mark play range in, mark play range out, и все. Вот у вас зациклена часть тайм-линии. Играет от входа до выхода. От входа до выхода метки. Надоело? Нажимаете alt x или mark reset play range, метки возвращаются в начало и конец проекта. Далее. Это что касалось behavior growth link. Мне хотелось бы познакомиться с еще одним behavior. Например, чтобы логотип существовал не от начала проекта, а где-нибудь проявлялся, допустим, вот здесь. То есть, его нету, 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 нету. Допустим, вот здесь он должен проступить плавно из прозрачности и жить до конца проекта. Это задача для еще одного классного behavior группа Basic Motion FadeIn FadeOut FadeIn классный behavior FadeIn FadeOut потому что он делает то, для чего предназначен. Вы указываете за какое количество кадров он должен проступить, за какое количество кадров он должен исчезнуть. Проступил, исчез. Не хотите, чтобы он исчезал, не проблема, FadeOut убираете в ноль и он не исчезает. Согласитесь, что это гораздо проще, чем кейфреймить с помощью кейфреймов Opacity. Хотя, казалось бы, даже такая простая задача, как кейфрейм Opacity, это же всего лишь два кейфрейма. А нет, behavior решать это проще. У behavior есть отдельная панель, она, честно говоря, предназначена не только для настройки behavior, а вообще любых других параметров, но behavior вступают с ней в определенные взаимоотношения. у behavior там проявляется отдельный интерфейс настройки. Панель называется HUD или Head's Up Display на горячей клавиши F7 и эта панель представляет такой вот интерфейс для настройки behavior. То есть, не просто скучные цифры, а вот, панель контекстная, поэтому, если у вас выделен не behavior, а, например, слой, она будет показывать настройки слоя. Кстати говоря, перемещаться по слоям вы можете стрелками вверх-вниз. Вы будете перелистывать слои и содержимое панели HUD будет меняться. Например, вот для behavior growth это такая рамочка, это сигнапунктирная рамка, это нейтральная. Если вам нужно, чтобы он больше зумировался, меньше зумировался, просто рамки эти растаскивайте и все. Ну, для таких точных филигранных изменений эти рамки не очень удобно, потому что не видно, насколько я оттаскиваю. Если изменения были бы более значительными, тогда панель HUD для growth-ring тоже была бы удобна. Но для fade-in и fade-out она, мне кажется, очень удобна, потому что она очень наглядна. Хочу сделать плавнее, резче анимацию, просто вот перетаскиваю и все. Хочу, чтобы fade-out в конце все-таки был, уберу и вытаскиваю. Не нужен мне fade-out в конце, убираю. Поэтому HUD для behavior очень классный. Многие behavior содержат дополнительные параметры, именно в реализованном виде таких графических визуальных элементов управления. Не просто скучные цифры, а вот именно такие штучки. Поэтому дайте шанс HUD-у, попробуйте его в работе, он классный. Особенно, если у вас двухмониторная конфигурация, HUD может болтаться где-нибудь на втором мониторе, не мешать, не загораживать пространство. HUD контекстный, поэтому, если у вас ничего не выделено, допустим, я сброшу выделение, HUD пустой, он пишет nothing selected. Поэтому важно, чтобы у вас было хоть что-то выделено в слоях. Далее. Значит, кстати, вашим домашним заданием будет практическим. Сделать какую-то анимацию, используя какой-либо behavior. Да, хороший вопрос, Виталий. Минусы у behavior есть, и минусы проявляются там же, где их и сильные стороны. Behavior слишком просто настраивать, и когда вам нужна какая-нибудь детальная настройка, например, вам нужна анимация, где картинка не просто бы увеличивалась, а чтобы она под конец еще плавно затормаживалась. Это можно сделать легко кривыми анимационными, то есть keyframe, и это нельзя сделать behavior. То есть behavior, ну как сказать, нельзя. У behavior, у некоторых есть параметр замедления и ускорения, но это только если разработчик этого behavior озаботился плавным наличием этого параметра. Например, у behavior growth ring в принципе есть режим natural scale, то есть он будет плавно подтормаживать все равно при достижении конца behavior, но только в том случае, если будет конец behavior, а если допустим я его перехватываю с помощью behavior stop, то natural scale не сработает, поэтому грубо говоря, достичь этой фазы, чтобы картинка увеличилась, увеличилась, затормаживалась, перестала увеличиваться, можно только с помощью кейфреймов. Поэтому такой вот плюс, что когда нужна какая-то филигранная тоненькая настройка, ее в принципе наспор, как говорится, убийца сделать, можно сделать с behavior, комбинируя несколько разных behavior, но иногда бывают какие-то сложные вещи проще сделать кейфреймами, а иногда бывает наоборот, когда мы будем говорить про репликатор, про работу с частицами, кейфреймами там просто можно было бы убийцей это делать, а behavior на раз-два-три с этим справляются. Поэтому есть слабые стороны, есть сильные стороны, по счастью, сильных сторон больше, иначе от behavior никакого смысла не было бы. так, 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 давайте закроем уже этот, точнее, закроем тему анимации в этом проекте, если я добавлю какой-то текст. При этом, мне хотелось бы, вот чтобы Channel 5 из этого логотипа, ну, я хочу эту букву отрезать, я хочу просто написать словами Channel 5, Channel 5 News, например, то есть, сами буквы на логотипе меня не устраивают, но при этом не уходить же обратно в иллюстратор, не удалять же там эти объекты, не нужно, потому что есть маски, я могу маскировать этот логотип, при этом я сейчас временно, ну, чтобы не мешался, просто могу отключить Grow Shrink, если, скажем так, хватает духу, да, можно, Виталий, можно комбинировать behavior и keyframe, без проблем, можно прокейфреймить behavior, такой тоже возможно, мы будем, когда работает детальность с текстом, там понадобится keyframe разных параметров у behavior, так вот, допустим, вот проступил, а, Grow Shrink это не логотип, поэтому его можно даже не отключать, отлично, просто я дождусь того момента, когда логотип полностью проступил и выделю сам логотип в слоях и возьму круглую маску, Circle Mask, обратите внимание, что здесь две похожих иконки, слева находятся так называемые примитивы, то есть объекты круглые, квадратные примитивных форм, справа находятся маски, мы более детально будем останавливаться на разнице между Shape и Mask, но по факту это, скажем так, разные реинкарнации одного и того же явления, но пока мы не дошли до этой темы будем считать, что это разные объекты это очень важно поэтому я обращаю ваше внимание что я сейчас возьму именно Circle Mask а не просто кружочек так вот беру Circle Mask и рисую маску единственное, что я хотел бы рисовать ее сальтом для чего? для того, чтобы маска рисовалась из центра а если я буду нажимать Alt Shift то маска будет рисоваться из центра еще и с сохранением пропорций она будет оставаться круглой и нарисую маску таким образом чтобы она проходила между логотипом и названием Channel 5 все объект маскирован при том я могу в любой момент если мне не устраивает маску включить если я хочу чтобы маска была полупрозрачной например чтобы буквы все-таки проглядывали сквозь нее в настройках свойства маски есть параметр capacity точнее не opacity а здесь нету у этой маски нету она все время либо прозрачная либо непрозрачная я могу инвертировать разве что некоторые другие типы масок можно делать с прозрачностью сделать ее полупрозрачной хотя кровотчер нету квадратность не квадратность хорошо отрезал логотип здесь вернуть его нужно теперь в виде текста беру текстовый инструмент кликаю и создаю что это у нас Channel 5 News обратите внимание что как только я закончил ввод текста я могу его то есть если хочу закончить ввод текста я могу нажать либо клавишу Enter но Enter не обычный Enter потому что он создает новую строчку а Enter на правой цифровой клавиатуре если у вас клавиатура короткая то вы нажимаете Function Enter или просто клавишу Escape Escape тоже заканчивает ввод текста ну допускай пускай это будет не гельмитика не его какой-нибудь старый добрый Arial Black и допустим мне хотелось бы чтобы текст тоже приезжал в кадр при этом допустим пускай он приезжает из-за экрана да Андрей дублировать слои можно на любом слое либо правой клавиши либо в главном меню Edit команда Duplicate там же горячие клавиши и вперед на самом деле в Motion есть еще классная функция клонирования мы тоже будем разбирать клоны они обладают неким набором преимуществ перед просто дубликатами но мы об этом будем говорить позже так вот хочу проанимировать въезжающий текст единственное что мне хотелось бы сейчас так более fancy поступить я хотел бы чтобы текст приезжал не просто из-за экрана а чтобы он приезжал приезжал из-за некой такой невидимой области здесь допустим здесь нарисуется какая-нибудь палочка из этой палочки выйдет Channel 5 News да можем Геннадий к вашему вопросу мы можем расположить текст по контуру у нас будет отдельный урок кажется четвертый да четвертый урок работа с текстом где мы будем крутить его как угодно по кругу по квадрату почему угодно по любой кривой любой кривой линии которую можно нарисовать с помощью инструмента первого мы можем запустить по ней текст так вот простейшая анимация я уже знаю что могу использовать behavior throw чтобы у меня текст въезжал но опять-таки въезжать из-за экрана особенно ума не надо я хотел бы чтобы текст въезжал из ну грубо говоря из середины кадра из ниоткуда поэтому что я могу сделать я могу маскировать текст то есть опять же разбираю работу с масками точнее как сказать я думаю что я могу маскировать текст но как только я подношу мышку к инструменте mask кнопка с маской почему-то неактивна так вот это одна из особенностей motion с которой нам в дальнейшем придется сталкиваться текстовые слои нельзя маскировать почему пес его знает но вот таким образом устроен motion то есть получается что все плохая программа motion я не могу решить с ее помощью простейшие задачи по анимированию и по маскированию текста на самом деле нет и вот это решение которое я сейчас предлагаю оно характерно для всех подобных проблем с которыми вы сталкиваетесь в motion если что-то где-то не работает запихайте это в группу группа это решение универсальное решение от всех проблем текст не маскируется пихайте его в группу эффекты выглядят плохо и там допустим некачественно запихните слой в группу и применяйте эффект на группу не знаю хотите чтобы доллар был снова по 30 запихните доллар в группу все будет хорошо масса решений проблем связанных со всеми случаями жизни решается запихиванием всего в группу поэтому горячая клавиша упаковывания объекта в группу скоро будет вам очень родной горячая клавиша команд shift g упаковывает выделенный слой в его собственную группу в принципе можно пойти долгим путем object new group горячая клавиша команд shift n и потом перетащить туда этот слой но гораздо быстрее команд shift g раз и все слой упаковывается внутри самой группы так вот единственное что я не очень люблю когда у меня появляется группа которая называется группа в ней есть группа которая называется группа в ней есть группа которая называется группа поэтому я особенно если вы были у меня на курсе по da Vinci вы знаете что я все люблю подписывать каждый объект должен быть подписан поэтому выделяю группу и переименовываю ее в допустим текст блок все Вот теперь понятно, что эта группа делает. Вот теперь я могу эту группу маскировать, потому что маски вот они здесь есть. Выбираю квадратную маску и вот так вот с запасом, почему с запасом, сейчас будет ясно. Вот с таким запасом рисую маску. Причем может показаться, Дима, подожди, она же ничего не маскирует. Ты рисуешь маску, которая не пересекает текст. Да, сейчас я буду двигать отдельный текст, и он будет двигаться внутри маски. Поэтому я рисую маску вот с таким вот запасом. Опять же, ничего визуально не изменилось, но если я выделю текст в слоях и начну его двигать в пункте Properties, Transform, Position, по оси X, вот он со временем начнет отрезаться. Это невидимые преграды в виде маски. Поэтому, дальше моя сдача очень простая. Я отодвину текст так, чтобы он был полностью спрятан маской, а потом на текст накину Behavior, Throw, Basic Motion, Throw и скажу ему, бросай его направо. Как далеко бросать? Ну, во-первых, я хочу, чтобы текст мне... Как похоронная процессия медленно ползать, чтобы он достаточно динамично был так сброшен. Соответственно, чем отличается такой медленный бросок от быстрого? Длиной. Быстрый бросок это и все. Медленный бросок это вот так. Поэтому, длина Behavior определяет силу броска. Чем короче Behavior, тем больше в нем энергии сгенерировано. Затем сильнее он бросает. Поэтому, сам по себе Behavior Throw я подсокращу. То есть, у меня будет вот такая история. А, я же не настроил, чтобы он его бросал. Находясь на конце Behavior, я его скажу, насколько ему сдвигаться. Пока он полностью не проявится. Смотрю, как это получается. Вроде неплохо приехал. Но, к сожалению, нельзя с помощью Behavior сделать инерционное движение, чтобы он прилетал, тормозился и немножко откатывался назад. Это можно сделать только с помощью анимационных кривых, которые мы будем проходить в третьем уроке. Но для такой быстрой анимации, в принципе, это и так неплохо. Дальше. Мне хотелось бы, чтобы, может быть, он еще быстрее его вбрасывал. Не проблема. Я просто сокращаю длину throw. Но увеличиваю силу броска. Соответственно, я увеличиваю throw velocity. Так, чтобы буквы полностью проезжали. Въезжали в кадр. Дальше. Я могу взять и группу текстовый блок перетащить чуть позже по времени. Чтобы сначала появилась картинка. Потом появилась надпись. Потом появился логотип. Если, кстати, нужно, то behavior throw я тоже мог бы ограничить behaviorом stop. Видите, behavior throw умеет ограничиваться. А правый, например, behavior grow-sharing не умеет. Behavior grow-sharing нужен stop. Behavior throw не нужен stop. Throw знает свою меру. Знает, когда закончить. Когда заканчивается throw, он не отбрасывает текст обратно на исходную позицию. Он оставляет его там, куда он успел бы добросить его. Анимация достаточно простая. Ничего сложного. Но, опять-таки, факт остается фактом. Когда мы с вами будем работать с эффектами. То есть, цель этого упражнения, которое сейчас я продемонстрировал. Было продемонстрировать, что если что-то у вас где-то не работает, поместить это в группу. Вот это вот главная мысль, которая мне хотелось бы, чтобы она осталась после сегодняшнего занятия. Да, если горячая клавиша показать маску. И да, и нет. Вы можете посмотреть, что здесь прозрачнее, что нет. Но поскольку снизу лежит изображение, то оно все покажет. Вы можете выделить саму маску в слоях. Да, и она будет показывать ее границы. До тех пор, пока маска выделена. О, кстати говоря, я же забыл сказать. А что если я хочу видеть, например, элементы управления текстом. Но мне не нравится, что я вижу границы текста. То есть, я хотел бы видеть его в чистом виде. При этом, сохраняя возможность настраивать силу броска. Офигительная горячая клавиша, которой вы будете пользоваться постоянно. В меню View. Команда Show Overlays. Команд обратный слэш. Или это прямой слэш. Я все время их путаю. Короче, Команд слэш. На этой же клавише, на клавиатуре, находится кнопка с вопросительным знаком рядом с шифтом. С правым шифтом. Поэтому я так называю ее Shift вопрос. Она включает, выключает показ. Ой, Команд вопрос, извините. Она включает, выключает показ того, что выделено. При этом оно остается в выделенном слоях. Я могу, например, регулировать скорость броска. И при этом мне не отвлекают рамки и анимационный контур, который рисует сам по себе Behaviourth Row. Так вот, вы можете применять любые эффекты. Я даже призываю вас во время выполнения домашнего здания поэкспериментировать с остальными параметрами в группе Basic Motion. Не обязательно все из них будут сразу понятны. Но просто потыкайтесь. Можно залезать в другие параметры, но проще пока что ограничиться действием группы Basic Motion. При этом попробуйте познакомиться с фильтрами. Фильтры это просто эффекты, которые меняют цвет, четкость, резкость. Например, тот же самый фильтр Blur. Попробуйте что-то поприменять. Но они здесь такие же, как в Final Cut, просто называются в Final Cut эффектами, а здесь называются фильтрами. Я, кстати, не помню, в Final Cut работает ли и что там делает Command вопрос. Надо перепроверить. Но в Motion это одна из моих любимых горячих клавиш. Единственное, что главное, не забудьте, что вы отключили оверлей, потому что иногда бывает, что ты кричишься что-то, выделяешь слои, а видишь, что ничего не происходит. Значит, оверлей спрятаны. А, и еще один момент. Иногда, если вы будете анимировать... Нет, Виталий, фон в Canvas не меняется, он все время такой. Еще, если вы будете анимировать что-то, что вылетает из-за экрана, то есть из-за видимой зоны Canvas, офигительная горячая клавиша Show Full View, горячая клавиша Shift-F, Shift-V, Show Full View Area. Я называю ее Visible-Invisible. Так проще запомнить, почему View. А именно, как только вы ее активируете, видите, он вам показывает, сколько еще изображений у вас осталось за видимой зоной. Такое блёкленькое. Если бы это какой-то текст, въезжал-выезжал, допустим, вы хотите что-то санимировать, что приезжает из-за экрана. Как только он достигает границы видимой зоны, он просто становится более блеклым, но вы все равно еще видите его. Иногда бывает, что можно что-то так далеко утащить из-за экрана, что вы просто теряете его. Благодаря этой команде Show Full View Area вы всегда видите, что у вас остается за экраном. То есть вот это то, что будет видеть зритель, а это то, что в реальности есть еще за экраном. Какие закрома родина хранятся там. Поэтому команда полезная. И при рендере, даже если вы забыли отключить галку Show Full View Area при экспорте готового мувика, он все равно будет экспортировать только ту часть, которая внутри рабочей зоны. Да, behavior можно применять к фильтрам. Не все так называемые параметрические behavior применяются к фильтрам в основном. Но да, можно. Мы пройдем, у нас будет отдельная тема работы с behavior. И мы там посмотрим, как можно прицепить к какому-нибудь фильтру. Или связать два фильтра между собой с помощью behavior. Три фильтра. Чтобы, допустим, изменение позишена меняло цвет, например, объекта. Тоже возможно. Причем без написания какого-то кода, без программирования. Все на уровне установления взаимоотношений. То есть ты влияешь на этого. Этот влияет на этого. Просто указывайте, что на что влияет и все, и вперед. Так, ну что же, на этой радостной ноте я буду с вами прощаться. Вам предстоит достаточно веселое домашнее знание. Не утомляйте себя, потому что вам нужно будет проанимировать просто вот такой вот логотипчик. Хотите с использованием, как его зовут, существующих фотографий от урока. Хотите просто на черном фоне. Как угодно. Простейшая анимация. Любая. Любой анимации, которую вы осилите, будет достаточно. Надеюсь, не грузанул. Моя задача, чтобы motion у вас не вызывал боязни, отторжения. Потому что motion это реально очень простая программа. И сила motion именно в простоте. В том, что он очень простой. Как обычно, прощаюсь. Делайте домашнее задание. Спасибо большое, что пришли. И увидимся. Дальше будет веселее. Всем пока.